Тех, кто попал в сети мошенников, отговорить от общения с ними дело непростое. У водителя службы такси Павла Саушева это получилось. И благодаря его грамотным действиям 65-летняя пенсионерка сохранила свои сбережения. За то, что не прошел мимо чужой беды, в городском управлении МВД саратовцу вручили благодарственное письмо. Я приехал на заказ, заказ по карте. Приехала, вышла пожилая женщина с палочкой. Мне нужно в банк. В итоге она по телефону с кем-то обсуждает, спрашивает. Ей говорят, да, все нормально, садитесь. Она садится в машину и спрашивает, а кто оплачивает банкет? Я говорю, ну, наверное, дочь ваша. Я слышал, что она с девушкой разговаривает. Она говорит, это не дочь. В итоге садится, едет, смотрю, она насторожена, телефон держит. Я начинаю задавать вопросы. Я говорю, а вы что там, может быть, на аферистов нарвались? Она мне показывает тихо, ничего не говори, что еще больше меня настораживает. Убрав телефон в сумочку, женщина рассказала Павлу, что ей звонили сотрудники банка и советовали перевести деньги на безопасный счет. Сказал, я говорю, такого быть не может. Я говорю, никогда банк никому не вызывает такси. Я говорю, я вас не повезу туда, я говорю, иначе вас обманут, обманут, я вас отвезу в полицию. Продолжив движение на пересечении улиц Симбирская и Большая Горная, водитель увидел сотрудников госавтоинспекции. Мужчина остановился, попросил помощи у полицейских, а сам отправился по указанному мошенниками маршруту. Он высадил нам пожилую женщину. Мы сразу же поняли, что она очень сильно напугана, взволнована. И она также продолжала разговаривать по телефону с мошенниками. Мы начали ее успокаивать, убеждать, прервать телефонный разговор. В итоге нам удалось успокоить женщину, немного привести ее в чувства. Вместе мы дождались ее сына и попросили его периодически проводить с пожилой матерью беседы о фактах мошенничества, чтобы впредь она была готова к подобным ситуациям. Эллада Бжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.